Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моём канале! Сегодня встала рано, увидела ужасный сон с моим маленьким Твиксиком. Прикиньте, я увидела во сне, что я еду в деревню, в автобусе, у меня в руках Твикс. Я, как бы, получается, ни поводок не взяла, ни переносную сумку, у меня просто на руках лежит. Я решила открыть окошко, чтобы немножко ветер подул, а то он у меня, типа, задыхался. И вдруг резко он выскальзывает у меня из рук, выпрыгивает. Я потом кричу, типа, машинисту, останови, 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 у меня котик. Он говорит, да мне плевать, у меня там рейс, то есть это твои проблемы. Высаживает меня с вещами, и я начинаю искать Твиксика, у меня потом не ловит телефон. В общем, ужасный сон, я его так и не нашла, хотя там было по дороге очень много котов. Ну, в общем, такой неприятный сон мне сегодня приснился. Я решила сделать себе вот такую прическу к мукбанку, бантики такие. Я не выложила пока что влог с Гендер Пати, но я покупала ленты и розовые, и голубенькие. Гендер Пати, наверное, выложу 5 сентября. Вот, когда мне разрешат, тогда я выложу. И вот такая красота у меня получается на голове. Хотела сначала заплести косичку с ленточкой внутри, но потом передумала, решила сделать два таких хвостика. Я выпрямила волосы по всей длине. Сейчас вам покажу, что же я заказала. Это чечевичный суп, а у нас здесь очень популярный. Я хотела заказать грибной, но его не было в наличии. Также взяла люля, обожаю, с лучком. Здесь опять помидор положили и перчик обгоревший. Куча просто хлеба здесь и шаурма. И вот кто пришел. Вот кто пришел! Я ему в прошлый раз дала шашлычок, он даже не поел. И получается целый кусок у нас просто в мусорку. Не ест он, но делает вид, как будто ему хочется. И я не могу, я ему даю, а потом в конце просто выбрасываем. Так как я очень хорошо знаю свою аудиторию и уже знаю, что вы хотите написать в комментариях, хочу ответить на ваш вопрос, который наверняка у вас возник. Почему же Айка не готовит сама? Все это же можно приготовить в домашних условиях, заодно научишься, пока никого нету дома. Да, вы абсолютно правы. Но здесь есть некие моменты, связанные именно с моим блогом. Например, неделю назад я готовила Оливье, с ним снимала видео. Еще мукбанг, и у меня осталось немного салата. Я, конечно, доела, но большую часть мне пришлось просто выбросить, потому что салат прокис. Я не могу каждое видео ставить одно и то же, то, что у меня есть в холодильнике, и снимать видео. Какой контент тогда получится? Должно быть разнообразие. Сначала мороженое, потом, не знаю, Макдональдс, потом KFC. То есть должно быть какое-то разнообразие в контенте. Именно поэтому я не могу просто брать то, что у меня есть в холодильнике. И любое что-то, и снимать для вас видео. Поэтому, учитывая все эти моменты, я думаю, лучше всего мне заказывать. Например, этот суп чечевичный. Если я его приготовлю сейчас у себя дома, я не смогу приготовить на одну порцию. У меня даже нет такой сковородки. Ой, сковородки. Кастрюли такой нету. Это нереально готовить так мало. Поэтому удобнее, наверное, скорее заказывать, чем готовить самой. Вчера вечером приготовила пирожки. Они у меня до сих пор лежат. Куда их деть, я не знаю. Поэтому, учитывая все за и против, надеюсь, что вы меня поймете. А у меня еще одна пустая баночка. Это карандаш для губ. В 521 оттенке от Golden Rose. Очень красивый цвет. Такой пыльной розы. Просто дальше точить его уже невозможно. Просто не получается, не влазит в точилку. Поэтому отправляется в пустые баночки. А жаль, буду покупать еще один такой. Потому что классный карандаш. Я тут решила прибраться в своем комоде. Посмотрите, сколько косметики у меня осталось. Даже с учетом, что столько всего у меня закончилось. Все протерла влажной салфеткой. Здесь уже все нормуль. Из этого ящика все вынуло. Здесь раньше были парфюмы. Они у меня лежали в этом ящике. Поэтому немножко у меня здесь даже сломался под тяжестью парфюмов. Поэтому пришлось их выложить вот сюда. Хотя здесь собирается пыль. Хотя бы не ломается ящик. Ну, здесь мы тоже более-менее разобрались. Сюда поместила шкатулку с украшениями. Со всей моей ювелиркой. Ювелирку что-то в последнее время вообще не ношу. Не знаю, просто не хочется. Здесь бижутерия. Ее тем более не ношу. Просто лежит. Наверное, в скором времени раздам или отдам кому-то. Ну, в общем, кошелечек мой от телефона, коробка, мыло. А вот эта лента, с которой я сегодня делала бантики. И здесь у меня немного заколок. У меня есть вот такая косметичка. Не знаю, зачем я ее храню. Она вся дырявая. Покупала я ее в фикс-прайсе за смешную какую-то цену. Но прослужила она мне тоже. Не помню, там 79 или 99 рублей, когда я в последний раз была в Саратове и купила. В общем, сейчас я его убрасываю, потому что в ужасном состоянии. На самом деле уже вечер. Посмотрите, как сильно у меня отросли ноготочки. Я уже их отстригала. И уже пора делать коррекцию, как вы видите. Вот. Завтра у нас по работе очень важная встреча. Возможно, я возьму вас с собой. Кое-что поснимаю. Кое-что покажу. Мою работу. А то совсем мало показываю, потому что в основном работаю из дома. В общем, приступаем. Изначальный вариант вот такой вот. Мамин дурачок здесь. Притащила цвета. Самый сложный момент выбрать правильный оттенок. Потому что на ногах, когда я делаю какие-то молочные цвета, у меня такое ощущение, что это ноги бабушки. Еще в последнее время у меня виднеются вены. Это ужас. Поэтому, наверное, что-то темненькое будем делать. Хотя у меня выбор такой нормальный. Можно, кстати, френч сделать. Хотя ногти не очень длинные. В общем, посмотрим по ходу. Для начала нужно снять старое покрытие. Как он обожает вот так вот лежать на моих вещах. Съезд тебя. Съезд тебя, мама. Съезд. Съезд тебя. Твою попочку. Твои глазки. Твои ушки. Смотрите, какой красавец. Какой красавец. Ну что, процесс у меня уже пошел. Работа идет достаточно быстро. Сняла я покрытие. Немножко убрала кутикулу. Сейчас буду подравнивать и уже выбирать цвет. Я вот потратила на снятие, наверное, минуты 5-7. Очень быстро сняла с обеих ног. Тут у меня ножка сушится. И я выбрала вот такой вот оттенок от фирмы Агелиш. Я заказывала их с Алиэкспресс. Такой цвет красивый. Темно-темно-фиолетовый. Вот такая вот красота. Почти черный. Хотя нет, на видео кажется, что он черный. На самом деле это темно-темно-фиолетовый. Я все-таки передумала. Решила делать вот такие вот синие ноготочки. Еще не готова до конца. Но все-таки этот темно-фиолетовый цвет вообще смотрится как черный. А черные ноготочки я не хочу. И тут я смотрю передачу ДНК. Такой конечный результат у меня получился. Управилась за час. Мне кажется, это очень даже быстро. Я уже ложусь спать, наверное. Завтра продолжу снимать для вас влог. Такая вот красота. Дизайн решила не делать, не заморачиваться. Просто по-быстренькому нанесла в два слоя. Цвет у меня уже заканчивается, потому что он у нас в ходу. Мама его обожает. Я тоже. Это Каня 617 оттенок. Просто обалденный. Такой плотный. Красота. Продолжаю снимать уже на следующий день. Посмотрите на мои брюки, в которых я иду обычно на работу. И топик. Просто на улице очень жарко. Несмотря на то, что сейчас время 9 часов утра. Встала я вообще в 7 сегодня. Также на улице при дневном освещении мне очень понравился цвет моего педикюрчика. Просто бомба. Очень насыщенный и красивый цвет. Вообще, люблю яркие цвета на ногах. И потихоньку мы пошли по нашим делам. Решили все. Погода была неплохая. Вопросы мы решили быстро. Все прошло отлично. Смотрите, какое красивое небо. Просто красота. Мы уже закончили наши дела. Уже в банке. Кроме нас в банке уже никого нету. Обеденный перерыв. Брат так смотрел. У меня уже вроде все ушли. Тасса тоже закрылась. А мы еще ждем. Закончим наши дела. Я пойду в Браво закупаться всякими вкусняшками для мукбанка. Уча какое-то разнообразие. Что-то интересное прикупить там. Ни души. Вы видели такое? Закончили мы наши дела. Я решила заглянуть в Браво. Очень понравился мне декоративный скотч в магазине Минису. Точнее даже это наборчик, который стоит 7 монат. Вроде здесь немало 10 штук. Я все смотрю для оформления своего скетчбука. Такие миниатюры гуаши. Посмотрите, какие они маленькие. Милые. Тоже по 7 монат стоят. Смотрятся очень красиво. Понравились мне однозначно. Но я зашла в Минису именно, чтобы приобрести себе сумочку. Я хочу себе сумку на осень. Но никак не могу решиться, стоит ли брать вот этот вот цвет. Он, наверное, не совсем на осень. А скорее на осень вот такой цвет. Цвет винный, красивый очень. Но мне настолько нравится бежевый или цвет корчичный, который я вам показала ранее. Вообще цветов много. Здесь есть и коричневый, и черный вот такой вот. По идее лучше бы взять черный. Но мне так нравится этот цвет. Он настолько богатый и красиво смотрится. Еще были сумочки вот такие вот. У меня есть такая розовенькая. Я ее ношу. Мне очень нравится состояние. Хотя все лето я носила эти сумки. Также это розовенькая. Очень богато смотрится. Красиво, нежно, элегантно, утонченно. Вот. Но просто она розовая. А мне что-то уже на осень надо думать. Есть еще и в белой расцветке. Но вот эти варианты намного дешевле стоят, чем первый вариант. Или вот такая вот красота. Но меня немного напрягает этот кругляшок. Это и материал здесь не особо такой классный, как в предыдущих вариантах. Или вот такой вот наподобие какого-то ведра, так скажем. Ну, наверное, это стильно, модно, элегантно. Но не для меня такие варианты. Мне как-то не зашло, если честно. Мне кажется, и неудобно, и не очень красиво. Ну, не знаю, кому нравится, пишите в комментариях. Мне не очень. Мне больше приглянулся вот такой вариант. Я изначально подумала, что это рюкзак. Оказалось, нет. Оказывается, это просто обычная сумочка. Но опять же, материал классный. Швы ровные, цвет такой, знаете, под все. Но, наверное, тоже больше на лето. Долго я ходила, топталась. Думала брать черный или все-таки корчичный цвет. Потому что обе сумки очень красивы. Вместительные, самое главное. Раньше не обращала внимания на это. Но у меня есть одна сумка, из которой вечно все теряется. То есть, чтобы я туда не положила, я потеряла сначала бабушкину пенсионную карту. Затем я потеряла свои наушники. То есть, сумка это не только как красиво, но еще и должно быть практично. Такие варианты мне не понравились. Смотрится как-то дешево, не очень. И сложно закрывается еще. Так же я приглянулась себе. Приглянулась мне расческа такая интересная. Антистресс. Можно расчесываться и в то же время играть. А еще такие милые штуки, которые надеваются на глаза, чтобы спать. Не знаю, как правильно они называются. Но я их видела во многих магазинах. Понравилась мне розовая эта штучка. Хотя не знаю, насколько удобно в ней спать. Вот. Купила я все, что мне нужно. Затем поехала в продуктовый магазин. И потом уже прямиком домой. Да-да-да-дам. И вот что я купила. Очень нравится сумка. Посмотрите, как прострочена. Некоторые мне в комментариях пишут, Айка, ты столько одежды заказываешь, Иен, почему ты там не заказываешь сумки? Потому что у них дурацкие сумки. Я смотрела обзоры, и вроде мне не понравились сумки. А здесь, посмотрите, у меня фурнитура ни в одном изделии мини-со не испортилась. Даже в самой бюджетной сумочке, которую я гоняю все лето, ничего не испортилось. Все просто идеально. Сумочка держит форму, цвет такой приятный. В общем, мне нравится их качество. Такая вот сумка внутри стоит. Она недорого. Получается, помню, 28 она стоила, или 27. Вот. Ну, мне нравится. Классно. Плюс можно вот здесь вот регулировать ремешок. Долго думала между винным и этим. Если честно, вот придя домой, я понимаю, что я хочу и винную сумку тоже взять. И эту, и ту. Для счастья нужно две.